У нас есть ориентиры ТЭКС по 2017, но мы думаем, что с темпами, которые мы сейчас уже взяли, мы думаем, что это будет сделано быстрее. Наверное, в ближайшие полтора-два года полностью мы можем говорить о том, что массово мы перейдем на энергосбережение. На сегодня в столице новые технологии освещения уже снабдили 40-ую школу. За два года использования, отмечает руководство учебного заведения, светодиоды сэкономили порядка 80% бюджета школы. Преимущество ламп-диодов оценили и сами школьники. Грызть гранит науки стало намного светлей. Вдалека стало лучше, виднее. Писать стало удобнее, читать стало удобнее. Классе стало ярче, более уютнее. Выгоду при использовании светодиодов оценили и в Назарбаев университете. Холлы, коридоры вуза сегодня освещают 2000 энергоемких светильников. Стоит она такая лампа недешево, в пределах 3-4 тысяч тенге. Но окупается с счетом 15-летней гарантии всего за два года. Нагрузка на сети освещения таким образом уменьшилась в два раза. По результатам трех месяцев использования сети освещения, мы вышли на 45-50% экономии электроэнергии. Светодиоды сегодня в Астане производят несколько предприятий. В основном они используют технологии и светодиодные чипы южнокорейского производства. В год такое предприятие способно выпускать свыше миллиона лампочек. В рамках социальных обязательств эти компании устанавливают новые светильники в городе. В Астане теперь уже совсем по-другому выглядят в ночное время несколько центральных улиц. Есть энергосберегающие лампы, которые тоже у нас уже активно используются везде. Она потребляет порядка 23 ватт. Он тоже нагревается потихоньку, до 23 ватт дойдет по себе она. Ну и освещенность вы видите, да. И наша светильник, наша лампа полностью светодиодная, она потребляет порядка 10-11 ватт. Вот она как бы не нагревается, сразу вот показывают, ну, около 11 ватт. Вот при этом она освещается ярче, и ее освещение приближено к дневному свету. Поверхность, да, у нее не сильно нагревается? Не нагревается, да, полностью поверхность, потому что диоды, они сами не нагреваются. Безопасное дорожное движение, особенно в темное время суток, напрямую зависит от технологии освещения проезжей части. Об этом знает любой житель мегаполиса. Так вот, при желтом свете традиционных ламп накаливания городского освещения, водитель не всегда может вовремя заметить переходящего дорогу пешехода, а это может привести к аварийной ситуации. Другое дело улицы, где установлены мачты со светодиодными лампами. Такое освещение дает ровный белый свет и хорошо освещает даже широкий участок дороги. При таком освещении переходить проезжую часть намного спокойнее и безопаснее.